Мы начинаем нашу пресс-инференцию после матча. Вы, пожалуйста, главный тренер московского локомотива Леонид Станиславович Кучук. Ваши вопросы? Давайте вопросы. Леонид Станиславович, Сергей Рунковский, футбол. Удалось ли Локомотиву преодолеть отсутствие Диара и Бусуфа за два матча? Можете ли вы сказать? Почему мы должны преодолевать отсутствие? Ну, знаете, ключевой игрок на тот, кто находится на футбольном поле и кто готовится к сезону. Поэтому преодолевать мы ничего не собирается. Мы строили игру относительно того, кто у нас имеется в распоряжении. А так, если мы, значит, будем ждать по два, по три месяца ответа на телефонный звонок от кого-то, это же до маразма дает. Понятно? Я даже на это не обратил внимания. Пожалуйста, следующий вопрос. Денис Бутовский, советский спор. Есть ли смысл вообще ждать в команде появления Буфуфа в Диара или же больше в команде не будет? А давайте мы по игре поговорим. Чего мы говорим? Знаете, как-то я уже, ну, сколько, месяца два с половиной, вот после последнего матча с ССК, мы попрощались, так, поулыбались. Хотя многие пишут, что у меня какой-то конфликт, какой-то, даже сам не знаю. Наверное, корреспондент знает, он стоял рядом со мной и не заметил, что мы хорошо попрощались. Улыбчивый, а что? При советском спорте написали, что у Леонида Кучука с Диара, с Бусуфа конфликт какой? Так же не я, просто. Ну, я ж не знаю, ваше гадето написало, поэтому конфликта никакого нету, а должны выполняться свои профессиональные обязанности футболисты и своего контакта, и все. Не будет так. Да, пожалуйста. Вам «Арсенал» понравился? А представьтесь, пожалуйста. Ну, знаете, такая целеустремленная команда, и играла, конечно, болельщики, скажем так, очень сильно помогает. Нужно сказать, что болельщики – это в Туле 12-й игрок, и, значит, ясно, что в первом Туле в «Арсенал» так чуть-чуть сразу они пропустили. И, значит, много мячей от «Зенита», и сегодня хотели реабилитировать со мной. Значит, мы примерно так предполагали, что будет строиться игра, и ждали своих шансов. Ну, я считаю, что их было очень много, таких шансов. Надо было просто раньше чуть-чуть реализовать, но команда «Арсенал» мне понравилась. Хоккейные болельщики тоже супер. Пожалуйста. Леонид Владкович, как вам? Леонид Ставиславович, а не могли бы вы объяснить раннюю замену Фернандеша? Со стороны, как казалось, довольно неожиданной – это было планово или у него травма? Ну, почему раннюю? Ну, это вам кажется со стороны. Мне все ясно и понятно. Я, значит, выстраиваю игру стратегически и все. Не более того, знаете, иногда кажется со стороны вам странность. Для меня это никакие странности. Ну, казалось так, что он гол забил, а через 7 минут уже ушел. Ну, вам странно, а мне не странно. Вышел на И и отдал передачу. Не ас, все, два. Два – ноль, в принципе. И исход решен. Вышли два мощных быстрых игрока. Поэтому ни в коем случае Ману забил прекрасный гол, нехорошо играл сегодня. Так что я благодарен Ману за этот матч. Но нужно, значит, уметь перестраиваться в процессы матча. Ну, как бы Арсенал чуть-чуть не уловил этого движения, а мы уловили. Вот это все. Достаточно, как бы, чуть-чуть одного мига и все. Да, пожалуйста. Услан Чепти в первый тур. Извините, Александр Славович, задача вашей команды была играть первым номером, а вторым в открытой и закрытой? Ну, немного встречный футбол. Знаете, как говорят. Задачей была команда, естественно, постараться прессинговать команду соперника. Это не всегда в первом тайме ему удавалось. Во втором, в принципе, большую часть времени, за исключением концовки матча, какая-то она нервная, его уже забили и было. А, в принципе, мы во втором тайме уже, скажем так, начали более планомерно, более расчетливо, скажем так, доводить свои моменты и не давать уже Арсеналу так разбежаться. За исключением последнего. Спасибо. В команде еще и появятся новички? Может быть, я верю. Пока, ну, не закрытая трансформа на окно, всего можно сделать. Поэтому, значит, всегда, как бы до самого последнего дня. Ну, на ваш взгляд, команда укомплектована полностью? Хотелось бы еще... На мой взгляд, всегда что-то не хватает. Но, на ваш взгляд, как говорят, ваш взгляд и мой, это совсем разные, понимаете, вещи. Как бы, и в какую позицию, не знаю. Вы можете даже не предполагать, как я предполагаю, как и срочно. Поэтому, это взгляд тренера, который, скажем так, нам придется играть на 3-4 фронта. Поэтому, естественно, даже количество игроков имеет огромное значение. Количество игроков, которые у тебя в распоряжении, не 20, там 18, а 24, 22. Даже это количество имеет большое значение, когда ты играешь на 2-3 фронта. Пожалуйста, коллеги, есть еще вопрос? Спасибо. Большое спасибо. До свидания. Обычно вы меня спрашиваете первое мнение. А я вас спрашиваю, игра понравилась или результат? Первый тайм очень понравился. Игра понравилась. Значит, мне тогда говорить не надо. За первый тайм понравился. По второму. Так и пишет. По второму. Объект на пути. Как и все, второй вообще понравился? Ну, после, после. Ну, что ж, коллеги, к работе готовы. Виктор, значит, пожалуйста, традиционный зимой по матчу. Ну, в принципе, с вами полностью согласен, что и мне первый тайм очень понравился. Особенно первые 20-25 минут. Мы имели там преимущество, хорошее преимущество. Умели моменты, после которых можно было забивать. Но, к сожалению, опять реализация нас подвела, как бы, по игре с зенитом. Ну, а после, как бы сказать, после 52-ой минуты, видно, что команда, конечно, подсела немножко физически. Локомотив завозил мячом. Забили на 2 гола. И, на мой взгляд, вполне заслуженная победа команды Локомотива. Называйте себя, пожалуйста, просто. Владимир Владимирович Лослан, вообще-нибудь в первом выпуске. Вот то, что мы не реализовываем в свои моменты. Понятно, что, может быть, это класс. Но, как на мой взгляд, существует ли еще волнение у игроков? Может быть, поэтому не может ли? Ну, знаете, на мой взгляд, волнение стало меньше. Все-таки все более уверенно. Мои футболисты играли, это чувствовалось однозначно. Ну, а то, что в завершающей стадии мы не можем забить меня, это, конечно, тревожит. Потому что, как бы, в первой игре я сегодня тоже был уверен, что мы забили. Но, к сожалению, не удалось это сделать. В любом случае, я уже сказал сейчас на коротком интервью, что мы на правильном пути мечтаем. Я думаю, что и голы придут, и играть мы станем еще лучше. Ну, а в то же время еще поблагодарить хочу ребят за характер. Все-таки видно было, что команда все терпела, несмотря на то, что было тяжело. Если команда обладает характером, то я считаю, что нам вполне по силам добиться много. Пожалуйста, вопрос еще. Сергей Викторович. Сергей Викторович, позавчера буквально вы были на матче «Арсенала-2». Вы смотрели ли вам там что-нибудь интересное для себя, как перспективы для первой команды? На данный момент нет. Еще вопрос, Сергей Викторович. Сергей Викторович, «Арсенала-2». Решение играть в три защитника со стартовых минут, как давно вам пришло? Когда решили играть в три защитника? Вчера. Я понимал ответственность, понимал, что это риск играть после такой команды. Но посоветовался со своими помощниками и пришли к выводу, что на мой взгляд это было правильно. Сейчас можно рассуждать, что если вы сыграли в четыре защитника, то, может быть, было бы лучше. Но не сторонник этого. Я считаю, что раз вы сыграете в семье 3-5-2, значит, это было на мой взгляд правильно. И мне понравилось, в принципе, то, как выглядит сегодня, особенно Сергей Игнатьев. В силу того, что он какое-то время пропустил его малую игровую практику, я, честно говоря, думал, что все 90 минут он не выдержит. Но, особенно последние 10 минут, он там несколько таких рывков, таких опасных сделал. Это у меня впечатление. Поэтому, думаю, что думаю. Практически мы будем играть и сможем соответствовать. Еще два вопроса, пожалуйста. Денис, будет вопрос? Еще раз. Александр. Александр Конов, здрасте. Сергей Иванович, общая скорость в втором тайме упала в связи с чем? Вроде бы немного попрохладнее стало, а наоборот, немножко общая скорость упала. Ну, видно, да. И физические потери, ребята, я уже об этом говорил. Хотя мы очень хорошо неделю поработали. И думаю, что практически всех игроков хватит на 90 минут. Но вы видели сами, что некоторые игроки выпадали из такого игрового ритма в сегодняшней игре. Игра по физическим кондициям. Ну, бывает. У игроков, у команды такие моменты, как сегодня. Потому что мы в втором тайме немножко опоздали. Ничего страшного. Еще вопрос, пожалуйста. Можно еще один, Дмитрий Иванович? Чисто вратарский. В прошлом сезоне Валерий Карпин на одной игру увидел 4 вратаря. Объясните, зачем 3 вратаря? Просто понять и больше не задавать этот вопрос. Вносится протокол. Очень просто. У нас 23 футболиста заявки вообще. Можно, да, внести заявку. И у нас 20 полевых игроков и 3 вратаря. Реально 3 вратарь готов выйти? Или он просто в протоколе? Все 3 могут играть, да. Он готов в этот момент? То есть в форме себя? Да. Спасибо. Ну, вы знаете, вчера Кликин играл за дубль. Да. Мы так практикуем это. Но все 3 вратаря готовятся к игре. Последний вопрос, Геннадий, пожалуйста. Дмитрий Иванович, интерфакс. Сегодня вновь было очень много болезщиков. Казалось бы, после нового матча с Зенитом какое-то могло быть разочарование. Несмотря на это, сегодня пришло очень много болезщиков. И опять скандировали, благодарили, кричали молодцы и так далее. Ну, вы говорили команда, мы с тобой, да? Арсенал, мы с тобой. Как вы считаете, действительно ли вот Арсенал, если будем прибавлять, вот с точки зрения отношений к болельщикам, как 12-й игрокам? И мы не раз обмечали именно, что болельщики это... В очередной раз могу поблагодарить болельщикам, сказать искренне спасибо за то, что они еще во втором тайме кричали. Мне это было очень хорошо слышно, что мы верим в вас, ребята. И, знаете, мне можно этот вопрос даже не задавать. Я на 100% уверен, что все болельщики будут с нами. До, по-моему, 30 мая мы заканчиваем, да, чемпионат. Я думаю, что до 30 мая все болельщики будут с командой, несмотря на то, как мы будем играть, какой будет результат. Потому что я уже за эти два с половиной года досконально изучил всех болельщиков. И, если вы помните, мне придется напомнить вам, что был у нас черный сентябрь в первой лиге, да, который потом, сколько, по-моему, пять поражений, или шесть даже, там, крупных, там. Но, по-моему, все болельщики остались с нами. Все, практически без исключения. И, в принципе, такая же ситуация сейчас. Мы играем с очень сильными командами, учитывая тот график, в каком мы сейчас находимся, да, на следующей игре Рубин, потом Динамо, да. Случиться может все, что угодно, но я в любом случае еще раз повторюсь. Уверен, что все болельщики будут до самого последнего года с нами. Спасибо. Коллеги, дайте поаплодированию. Виктор Антоновичу. Подписывайтесь на канал.